Приветствую вас! Уж не знаю, все ли зрители любят камео, но мимолетное появление какого-нибудь крутого актера или режиссера в качественном фильме, подобно вишенке на торте, украшает ленту. Конечно, сейчас камео никого особо не удивишь, уж слишком прием опопсел, но это не отменяет того факта, что в истории кинематографа существуют десятки действительно годных камео. И в этом видео мы собрали, наверное, самую большую коллекцию эпизодических появлений актеров, режиссеров и даже музыкантов в хороших и не очень фильмах. В ролике мы не ограничимся избитыми камео Маска в Железном Человеке, многочисленными появлениями Стэна Ли в Марвеле или Трампа в Один Дома. Здесь мы постараемся удивить вас всякой-всячной. Что ж, ну а мы начинаем. Прежде чем перейти к конкретным примерам, давайте сперва зададимся двумя вопросами. Откуда вообще появилось такое понятие как камео и зачем оно нужно? Изначально термина камео не существовало, а существовало камея. Камея – это античное миниатюрное украшение, сделанное из резного полудрагоценного камня. И ключевое слово здесь – миниатюрное. Камео носили как украшение в качестве диадем, сережек, кулонов и много чего еще. В общем, это украшение для знатных дам. Со временем, неизвестно как и когда, слово камея перекочевало в мир театра. Только теперь оно называлось камео. И смысл камео был примерно в следующем. Подобно небольшим античным драгоценностям, украшавшим знатных особ, камео украшало театр маленькими актерскими ролями. Собственно, камео и переводится как «миниатюрный». В кинематографе же, согласно нескольким источникам, термин камео внедрил голливудский продюсер Майкл Тодд, пригласивший свой фильм вокруг света за 80 дней 1956 года, огромное количество знаменитостей. Здесь же и кроется ответ на вопрос, а зачем оно надо? Камео нужны для того, чтобы привлечь наше с вами внимание, добавить приправы в историю. Ну вот смотрите вы фильм «Мачу и ботан», например. Забавная, нетолерантная комедия старого разлива. Сюжет развивается, актеры играют, казалось бы, все тут уже понятно. И тут в самом конце, бах, нежданно-негаданно Джонни Депп нарисовывается. Хорошее камео, но что-то я поспешил. Давайте начнем не с актеров, а с режиссеров. Итак, как я уже говорил, Майкл Тодд внедрил искусство камео в кинематограф, но популяризировал его Альфред Хичкок. Король триллеров и человек, известный широкому кругу благодаря фильму «Психо», является настоящим королем камео. Дядя Альфред показался примерно около в 37 фильмах, которые он сам же и снял. В основном Хичкок светился где-то на заднем плане, в роли прохожих, зевак, репортеров, но был и особенный случай, когда режиссер появился в самом начале ленты «Не тот человек» с маленькой вступительной речью. Я Альфред Хичкок. Прежде я делал для вас разные триллеры. На этот раз я предлагаю вам посмотреть фильм другого типа. И все же камео Альфреда были просто, скорее, безучастным стоянием в стране. Ну, грубо говоря, он был статистом только по приколу. Вообще существует шуточная теория, что камео появилось на бюджетных съемках, когда у киноделов не было денег на массовку, и режиссеру приходилось самому становиться этой самой массовкой. В пример можно привести относительно современный фильм «Инопланетная рагу», где еще не созревший фрукт по имени Питер Джексон, который снимал «Вастерин колец», вынужден был играть сразу три роли в своем дебютном фильме. О Хичкоке, конечно, такого не скажешь, это рыбка покрупнее. Всегда найдется рыба крупней. Но если Альфред Хичкок – король камео, то Стэн Ли, который не нуждается в представлении, император камео. Мама родная, так вы Стэн Ли. Хотя, почему это не нуждается? Если в двух словах, то Стэн Ли – легенда киногероики. Ли является автором множества популярнейших в мире кинокомиксов, таких как Человек-паук, Люди Икс, Фантастическая четверка, Сорви голова и дофига чего еще. Фанатам марвеловской франшизы хорошо известно, что кинокомпания Дисней, владеющая всеми правами на интеллектуальное творчество, буквально канонизировала личность Стэна, внедрив художника почти в каждый проект студии. А это чуть больше 60 камео. И это только во вселенной Марвела и кинокомиксов. Если брать в расчет другие камео, там всякие камео-озвучки или еще что-то такое, то за соточку идет легко. Никто в мире не участвовал в камео так же часто, как Стэн Ли. Он как бы рекордсмен. Причем, в отличие от Альфреда, Стэн в своих камео вполне себе разговаривал и даже частенько взаимодействовал с персонажами. Среди десятков различных появлений Ли с художником разыгрывалось довольно много интересных ситуевен. Например, его не пускали на вечеринки, герой травился газировкой, подкатывал к девочкам, бухал с Тором, болтал с пришельцами в открытом космосе и даже был послан на три буквы Дэдпулом. Классный костюм! Захлопни, Стэн Ли! Лично мне вот прям нравятся по-настоящему два его камео. Вот это... Знаете, и один человек, пожалуй, может многое изменить. Кратко и ясно. И вот это. Ах да! Еще одно есть офигенное. Сценка с пареньком и Стэном в торговом центре, которую я показывал в качестве перебивки. Возможно, лучшее камео художника. А все потому, что появление Ли здесь очень кстати. Дело было в фильме «Лоботрясы» режиссера Кевина Смита. Того самого, что снял Джей и Молчаливый Боб. Глобально лента рассказывала о различных бездельниках, слоняющихся по торговым центрам. Но был там один герой, звали Броуди. По сюжету он был художником комиксов. И однажды, наблюдая за витриной женским бельем, он встречает... Кого вы думали? Поверить не могу, что разговариваю с вами! Камео со Стэном впоследствии стала визитной карточкой Марвел. До тех пор, пока Ли не покинул мир в 2018-м. Помимо Стэна, кстати, во вселенной есть еще один человечек, заслуживающий внимания. Но чтобы получить истинный кайф от этого камео, надо знать базу. Речь пойдет о паучках Сэма Рэйми. В трилогии режиссера вы можете увидеть одного и того же актера в трех разных ролях. В первом пауке персонаж играет ведущего подпольного турнира по рестлингу. Во второй части высокий мужчина исполнит роль задиристого швейцара, который не пустит Питера на выступление Мэри Джейн. Когда двери закрыли, в зал уже не пускают. Чтоб не нарушать целостность иллюзии. В третьем паучке дядя устроит свой французский ресторан и продолжит кошмарить Паркера. Паркер? Я так и сказал. Питер. Этого голубчика зовут Брюс Кэмпбелл, и его камео – это дань уважения режиссеру Сэму Рэйми. Кэмпбелл снимался в первом полноценном фильме Рэйми под названием «Зловещие мертвецы», в котором Сэм впервые показал свое режиссерское мастерство, а Брюс, следовательно, актерское. Вместе они сделали друг друга культовыми фигурами, ну и франшизы «Зловещие мертвецы», конечно. А там и к режиссерскому креслу паучка дорожка проталилась, и Рэйми это не забыл, неустанно приглашая Брюса Кэмпбелла в свои паучьи проекты. Не удержался Рэйми и в своем последнем на сегодняшний день проекте «Доктор Стрэндж. Вселенная Безумия». Сам фильм мне откровенно не понравился, однако в ленте есть очень много заимствований из как раз «Зловещих мертвецов». В частности, операторская работа, эффекты, стиль съемки и легкий такой привкус безумия. Ну и по старой традиции камео Кэмпбелла завезли. Причем камео – это лучшая часть фильма. Суть же сцены заключается в усмеивании комичных кривляний главного героя в фильме «Зловещие мертвецы». В общем, такая вот пасхалочка через камео. Кстати, насчет пасхалочек. Я сейчас с вами хочу сыграть в одну игру. Слушайте внимательно. В этом видео спрятано три моих камео. Тебе нужно их найти, перейти к нам в телеграм по ссылочке в описании и под специальным постом написать тайминги всех трех камео. Кто первый, тот получит подарок платную подписку на бусте, в которой есть эксклюзивы, что вы видите на экране. На ютубе их нет и не будет. Смотрите в оба. На самом деле в мире хорроров тоже имеется прикольный камео. Взять хотя бы такую персону, как Уэс Крейвен. Уэс – это режиссер двух важнейших ужастиков. Кошмар на улице Вязов, а также образ убийцы из Крика. И именно Крейвен додумался напялить на Фредди этот ужасный бесскусный свитер, который он почему-то снял с оператора. А к чему это я все? Да к тому, что в середине первого Крика в коридоре школы можно заметить мужичка в свитере Фредди Крюгера. Чёртовы ублюдки! Как вы меня назвали? Не тебя, Фредди. Собственно, это и есть Крейвен. А теперь слушайте дальше. Уэс снял Крюгера в 84-м, а Крик в 96-м. Получается, спустя 12 лет режиссер решил запасхалить свитер Крюгера в Крике. Ну и камео заодно показал. Но это только начало. В доме одного из персонажей Крика по имени Стю Мейхер можно увидеть кассету с фильмом «Клерки». Кстати говоря, Стю у нас тоже клерк, работает в видеомагазине. Что же до фильма «Клерки», то это дебютная лента другого паренька по имени Кевин Смит. Фильм сделал молодого режиссёра знаменитостью, а также запустил киновселенную Кевина Смита, главными звёздочками которого были персонажи Джей и Молчаливый Боб. Пятнашка баксов, чувачок! Гони в лапу, пятачок! Уж не знаю. Наверное, Крейвен был поклонником творчества Кевина Смита. Иначе как объяснить появление Джея и Молчаливого Боба в третьей части Крика? Получается, что два персонажа из комедийной вселенной ненадолго заглянули в хоррор-жанр. Круто, да? По-моему, я и мировались. Но ещё круче, что Кевин Смит в долгу не остался. В сольном фильме про Джея и Молчаливого Боба режиссёр сделал ответочку, пригласив Уэсса на чашку камео. Во втором акте комедии, когда парочка друзей попадает в киностудию, в одном из павильонов можно увидеть пародийную сценку, высмеивающую Крик. И всю кинокомпанию Миромакс. Получается, этакие сэндвичи из пасхалок и отсылок. Плюс тут, конечно, киностудия сама себя высмеяла, за что большой респект. Это многого стоит, я обожаю такое. Сраный Миромакс! Джей и Молчаливый Боб просто идеальный фильм, чтобы промучивать такие штучки-дрючки. Там такого добра ещё пруд-пруди. Например, герой Бен Аффлека. В Джей и Молчаливом Бобе Аффлек играет воротилу из мира комиксов по имени Холден. Фишка в том, что во втором акте герой встретит другого Бен Аффлека, который будет играть на этот раз сам себя. А тот первый Бен Аффлек, это не Бен Аффлек. Два Бен Аффлека по цене одного. Причём Бену будет аккомпанемировать Мэтт Дэймон, а они, если вы не знали, братаны до гроба. Так уж получилось, что эти два пёздола затандеймятся в девяти фильмах, три из которых причисляются ко вселенной Кевина Смита под названием View Askiniverse. А ещё в 97-м Аффлек и Дэймон умудрились разделить нефиговый такой триумф. Пацаны получили по два Оскара за один сценарий, который они написали к фильму «Умница Уилл Хантинг». Кевин же Смит до всего этого хайпа неплохо так подсобил Аффлеку с охотой, снимая Бена в своём раннем творчестве. Поэтому Бен к Кевину тепло относится и всегда готов ответить той же монетой. Мэтт со Смитом так сильно не корешатся. Зато Марсианин знает толк в камео. Всего у Мэтта было примерно 15 актёрских появлений, но больше всего мне запомнилось 4. Первое это конечно же появление в Джей и Молчаливом Бобе. Между Дэймоном и Аффлеком крутая химия, поэтому смотреть на эту парочку одно удовольствие. Следующим удачным камео я бы назвал Тор «Рагнарёк». Не сам фильм удачным, а камео. Там Мэтт отыгрывает в шуточной постановке «Пародируя Локи». По-моему прикольно. Третье камео тоже затронет киногероику, а если конкретнее, то продолжение Дэдпула. В сиквеле «Мёртвого бассейна» Дэймонд сыграет Рэднека, рассуждающего о преимуществе влажных салфеток над туалетной бумагой. 30 секунд и всё готово. Ну и моё любимое. Евротур. Старая добрая комедия, рассказывающая о путешествующих по Европе американцах, начинается с того, как лысый персингованный Мэтт поёт унизительную песню про одного из главных героев. Скотти не знает! О, мы, кажется, о Джей и Молчаливом Бобе разговаривали, а теперь как-то плавно переместились на Мэтт Дэймонда. Давайте сдадим назад. Помимо Крейвена, Аффлека и Дэймона, в фильме есть ещё две очень интересные фигуры. И они связаны как с сюжетными хитростями, так и с названием. Полное название ленты «Джей и Молчаливый Боб наносит ответный удар». «Наносит ответный удар» — это, конечно же, отсылка к пятому эпизоду «Звёздных войн». Империя наносит ответный удар. И коль уж такое дело, подумал Кевин Смит, будет не лишним поместить в свой фильм парочку звёзд из «Стар Ворс». Сказано — сделано. Почти в самом начале персонажей подвозит монашка, которая сыграла Кэрри Фишер. «Кто ты?» На всякий случай уточню, что Кэрри — звезда первой трилогии. «Стар Ворс» она играла принцессу Лею. Ну а уж в самом конце зрители порадуют появление Марка Хэмилла в пародийной сцене. «Эй, детишки, это Марк Хэмилл, хлопайте!» Марк же, разумеется, играл Люка Скайуокера в старой и новой трилогии. Ну, а что у нас там по «Звёздным войнам», коль уж мы о них заговорили? Есть интересный камео? Да не особо. Из чего-то особенного в первой трилогии их просто не было. Во второй же, в третьем эпизоде, имелось мимолетнейшее камео режиссёра Джорджа Лукаса. Появление режиссёра состоялось перед встречей Палпатина и Энакина в Галактическом оперном театре. Забавно. Зато камео посыпались как из ведра в диснеевских подделках. Одно неплохое камео, правда, было в «Пробуждении силы». Если помните, на пустынной планете был угрюмый толстяк барыга. Его сыграл Саймон Пэк. И если бы этого никто не сказал, то мы бы и не догадались. Но это ещё ничего. По-настоящему тупое камео якобы исполнил Дэниел Крейг. По словам каких-то там инсайдеров, Крейг сыграл одного из штурмовиков в сцене пытки Рэй. И никак нельзя подтвердить их слов. Я специально посмотрел в интернете информацию и не нашёл ни одного фотоподтверждения. Везде сраный фотошоп. Поэтому знаете что? Дисней вас обманул. Там не только Крейг играл. Вторым штурмовиком был я. Он здесь. В восьмом эпизоде Дисней повторяет свой странный мув и заявляет, что под маской ещё какого-то штурмовика находился Том Харди. Да. Классно. Конечно находился. А как докажете? Поверить на слово. Но некоторых камео от Дисней в ЗВ лучше бы и не было. Возьмём в пример сериал Мандалорец. В третьем сезоне проект начал откровенно сдуваться, поэтому боссы решили удержать внимание зрителя интересными камео. Хотя на самом деле всё это дичайший кринж. В шестой серии Мандалорца несчастным поклонникам показали камео Джека Блэка и Кристофера Ллойда, известного по роли Дока Брауна в Назад Будущее. Не знаю, как у Дисней это получается, но появление талантливых актёров вызвало чистейший, неразбавленный кринж. Кто смотрел, тот знает. Вы сепаратист? Этот термин звучит так унизительно. Я предпочитаю демократ. Камео от Дисней это ярчайший пример, как приём не стоит применять. Но всё же не всё у Мандалорца было так плохо. Например, шоураннеры неплохо писали в приключения комика Билла Бёрра, сыгравшего наёмника Микса Мэйфилда. Не будь героем! Оставь это занятие другим! И несмотря на то, что Билл комик, а не актёр, Бёрр довольно-таки крепко отыграл драматическую роль. Остальные камео в современных фильмах и сериалах Дисней это б***кий цирк. Поэтому давайте лучше вернёмся к корням франшизы и вспомним один прикольный момент. Помните фреску с изображением R2, D2 и C3 Пио? Вселенной Индиана Джонс. Вот это пипец как круто! Франшизы разные, но появление металлической братвы где-то в уголке вызывает куда больший восторг, чем все культовые актёры у Дисней для галочки. Не знаю как вам, но лично мне нравится, когда персонажи из одной вселенной появляются в другой франшизе. Это прикольно. Например, в старой комедии Мир Уэйна неожиданно появится персонаж из фильма Терминатор 2, Т-1000. Т-1000 это жидкий Терминатор, посланный из будущего, чтобы убить мальчика. Минуточку, нахрене я это всё объясняю? Вы и так это знаете. Чёрт с ним. В мире Уэйна же Т-1000 ни с того ни с сего появится из ниоткуда, остановит главного героя и задаст тот самый вопрос. Но это будет не последнее появление Жидкого. Т-1000 объявится и в ленте «Последний киногерой». Видите? Заметьте, это не просто образ. Это тот же актёр, что и в оригинале. Роберт Патрик. А кто у нас справа? Кажется, это Кэтрин Трамл из культового фильма «Основной инстинкт». Та самая сцена, где блондинка раздвигает кинематографические границы. Короче, молодцы, что взяли оригинальных актёров. Мне доставило. Вообще, фильм «Последний киногерой» это одна из всех лент, которая буквально нашпигована камео. Здесь вам приколы со Сталлоне, Ван Дамм имеется, Чебичей заинтегрировали и много звёзд того времени. Хорошая новость заключается в том, что в обоиме Таймонд есть ещё несколько лент с обилием камео. Одна из таких – Зулендер или Образцовый самец. Образцовый самец вы, скорее всего, знаете по этому мему. Фильм расскажет историю Дереку Зулендера, который является одним из лучших моделей в мире. В какой-то момент героев тягивают в преступную деятельность, а Дереку на пятки наступает перспективный модель боя по имени Хэнсел. И поскольку ГГ крутится в высших кругах, создатели решили сделать всё типа по-настоящему, поэтому в ленте можно увидеть камео музыкантов, актёров, бизнесменов, моделей. Например, Дональд Трамп со своей молодой Миланией, модель Клауди Шифер, молодой Сашка Скарсгард, Вайноночка Райдер, Наташка Портман, Лим Бискетт, Пэрис Хилтон, Джеймс Марзен, Глэн Стефани, Дэвид Боуи. Получается, это таки Звёздный Капустник. И это только часть. Остальных не буду перечислять, сами посмотрите. Среди множества камео этого фильма, для себя я бы выделил Дэвида Духовны, который сыграл уборщика на кладбище. Ничего особенного, просто я очень люблю Духовны. Для меня он прям человек харизма. Особенно в Калифорникейшн. И когда я увидел мимолетный кадр с мужиком на кладбище, я такой, о, это же Дэвид Духовны. В остальных случаях камео это небольшие забавные роли, причем в ленте их целая гора. По примерным подсчетам в Золэндере реализовано около 40 камео. Но есть фильм под названием Игрок 1992, в котором, как утверждается, примерно 80 камео. Проверять мы это, конечно, не будем. Фильм меня не заинтересовал, да и не хочется превращать ролик в рандомные перечисления. Поговорим лучше о Бенне Стиллере, который, а, сыграл в Золэндере главную роль, б, его срежиссировал, и в, продолжил миксовать режиссуру и актерское мастерство в других своих фильмах. Вообще, Бен довольно умело дирижирует в качестве режиссера. Его лента «Солдаты неудачи» смогла меня ослепить. И, пожалуй, самая яркая вспышечка – это, конечно, Лес Гроссман. «Я обрушу на ваши головы безбожный огненный дождь! Я тебе, сука, обещаю выжженную землю! Засажу по самой гланды!» Да. Все мы прекрасно знаем, что Леса играл Том Круз, и, как по мне, это его, без сомнения, лучшая роль. Это, конечно, не камео, но все же он загримирован и максимально оторван от своей типичной роли трюкача спасителя. «Да». В самом начале «Солдаты неудачи» Бен Стиллер сделал еще один маленький актерский подгон. Вступительная часть представлена как серия шуточных рекламных роликов, ну, как в кинотеатрах перед показом фильма. Так, в одном из них два монаха задумали такое… «Благословите меня, святой отец, ибо я шалун». «Железный человек» и «Человек-паук» уже не те. Ну, а если серьезно, то камео Тоби в таком непривычном амплуа довольно комично. Хотя, на самом деле, здесь тоже есть отсылочка. Был там один такой фильмец, в котором Тоби и Роберт плескались в голубых водах, если вы понимаете, о чем я. Окейшки. Про актеров мы поговорили и еще поговорим. Ну, а сейчас предлагаю прерваться на музыкальное камео. Да. Так вот. Само собой, разумеется, в кино присутствовало феноменальное число музыкантов, но лично меня удивил тот факт, что Леди Гага, будущая пассет Джокера, оказывается, играла роль в сериале «Клан Сопрано». Знаю, далеко не все смотрели сериал, но те, кто смотрели, знайте, что в третьем сезоне девятой серии на двенадцатой минуте снималась еще совсем молоденькая Леди Гагочка. А сейчас посмотрите отрезок и сами ее отыщите. Вот она родненькая. Если нашли, молодцы. А коли нет, то можете отыграться, потому что мы сейчас сыграем в еще одну маленькую игру. Прямо сейчас я покажу вам три небольших отрезка с актерами в детском возрасте. А вы должны угадать. Должны угадать? Что же вы должны угадать? Вы должны угадать, кто перед вами, блин. Готовы? Поехали. Ну что ж. Первая была Мила Кунис. Это, я думаю, легко. Второй – это еще легче. Кристофер Вальц. И третий – Калкин. Но не Макалей. Киран Калкин. Его братец. Окей, возвращаемся к музыкантам. И здесь предлагаю прямо пройтись по жанрам. Начнем с одного из моих любимых направлений в музыке – с рока. Один из ее адептов мельком появляется в фильме «Адреналин». И если вы сейчас в легком недоумении, то просто предлагаю посмотреть этот отрезочек. Подождите минутку. Эй, что значит бедам? Охренела, что ли? Спрей для носа. Сучка. Что? Спрей для носа. В нем эфедрин. Вставляет конкретно. А кто это тут у нас? Сделай погромче. Громче. А это Честер Беннингтон, солист группы Ленкин Парк, играющий на река в аптеке, который советует Чефу Челлиусу назальный спрей для поддержания адреналина в крови. Не знаю, как вы, но я пересматривал «Адреналин», наверное, раз пять. И в этом моменте я Честера вообще ни разу не видел. Не обращал внимания. Хотя, если знать судьбу Честера, становится немножко не по себе. Ведь состояние музыкантов в камео и трагический итог Беннингтона в жизни несколько перекликаются, согласитесь. Но не будем о грустном. Ведь Честер появится и в сиквеле «Адреналина» с подзаголовком «Высокое напряжение». Адреналин. Высокое напряжение. На сей раз Чеф Челлиус будет бегать по городу и искать источник электричества, поскольку вместо сердца ему поставили клапан, который требует постоянной подпитки в виде тока. И вот, на 38-й минуте Чеф будет тереться от Честера, чтобы создать статическое электричество. Но есть камео Беннингтона и покруче. В одном из фильмов музыканта будут жестоко убивать. Произойдет это в седьмой части пилы. Не буду в деталях описывать, как это было, но намекну, что с его героя буквально шкуру спустили. Из рок-звезд, конечно, можно привести 100 примеров с камео разного калибра. Но я ставлю это вам. Кто знает крутой камео рок-звезды, опять же пишите в комментариях. Ну а мы переходим на рэп-поприще. Да и то только ради одного человечка. Есть такой классный фильм «Тренировочный день», в котором рассказывается о начинающем полицейском, который стажируется у ветерана улиц в исполнении Дензела Вашингтона. Посмотрев его буквально недавно, я обнаружил, что одного из преступников вообще-то играет Снуп Дог. В тренировочном дне Снупи разъезжает на инвалидной коляске и занимается преступлениями. Ну что вы вообще прицепились к моей заднице? Следующее камео касается певицы по имени Кайли Минонг. И вот значит наткнулся я на инфу, что в Мулин Руш есть камео Кайли. Но есть и есть. Че бубнить-то? Думал хрен с ним, посмотрю. И вот что я увидел. Я зеленая фея. Нормальный такой трип, да? А раньше я даже не замечал многих музыкантов в фильмах детства. А оказывается, много такого было. Например, в «Ангелах Чарли» играла Пинк. Вот она. А в бондовской ленте у Мрину не сейчас ненадолго появлялась Мадонна. Певицы дали маленькое камео инструктора по фехтованию. Кстати говоря, очень часто музыкантам дают камео с конкретной целью. Чтобы привлечь побольше зрителей, чтобы музыка исполнителя звучала в фильме. К примеру, в случае с «Умри, но не сейчас» композиция Мадонны играла как вступительная тема к фильму. Бывают и довольно необычные ходы со стороны фильмоделов. Взять хотя бы Джека Воробья. Его образ узнаваем по всему миру. Этакий чудаковатый манерный пират. По словам Деппа, на его культовый актерский стиль в «Пирата Карибского моря» больше всего на свете повлиял гитарист Кит Ричардс из группы Rolling Stone, который вдохновил актера своими движениями и некоторыми фишками в стиле. Дальше круче. В третьем фильме «На краю света» Джонни попросил создателей, чтобы те разрешили Ричардсу сняться в фильме. Киноделы, недолго думая, согласились, дав киту роль отца Джека Воробья, капитана Тига. Получается, сначала Ричардс был отцом-создателем образа Джека Воробья, а потом стал батей в самом фильме. Он уникален. Вот это камео. Вот это история. А теперь ловите пасхалку, о которой я упоминал в начале. Она связана, естественно, с Деппом. Мачо и Ботан. В комедии с Джоном Хиллом и Ченниг Татумом, как по мне, все четко. Поугарать можно, да и сюжет неплохой. Но вот когда в самом конце просто снижается, а появляется Джонни Депп, это просто взрыв. Мордой вниз. Офигел. Живо! Блин! При первом просмотре такое невозможно усмотреть. И что прикольно, камео Деппа здесь не от балды. Дело в том, что Мачо и Ботан в оригинале называется Jump Street 21. И этот самый Jump Street раньше был сериалом, в котором Джонни Депп играл одного из полицейских под прикрытием по имени Том Хэнсон. И нахождение Деппа в финалке это сюжетно оправданное камео, потому как он здесь как бы под прикрытием. И это шедевр. Не, если они хрупы, то я тайный агент. Ну и еще одно камео Деппа, лента Бивень. Я Бивень! Я Бивень! Это, если что, сцена из фильма Географ Глобус пропила. Это не Бивень. А это Бивень. Трэш-лента уже знакомого нам режиссера Кевина Смита. Спойлерить не буду. Скажу только, что Джонни появится во втором акте истории. И в отличие от Jump Street, здесь Депп не будет раскрываться. Кто узнает, тот узнает. Его почву никогда не меняется. От хороших камео Деппа плавно переходим к просто хорошим камео. Представьте, вы собираете команду супергероев. Чтобы уничтожить команду суперзлодеев. Объединяете человека-рыбу, циклопа, летающую полуголую фею, а потом заходите в бар к одному очень крутому мужику. Простите, я и рекляд. Чарльзавьер. Да пошли вы. Камео Хью Джекмана в роли Росомахи это одно из моих любимых камео в принципе. Но зачем все это было? Зачем было исключать из фильма про Людей Икс самого популярного персонажа франшизы, которого играл один из самых популярных актеров тех лет. Актер, что за два года до этого камео получил гонорар в 20 лимонов, плюс бутылка текилы в придачу. Да потому что занят он был. Востребованный Джекман в тот момент снимался в ленте «Живая сталь». И чтобы не разочаровывать фанатов, создатели замутили крутейшее появление когтистого. От вселенной комиксов перенесемся на улицы Марселя, где по французским серпантинам рассекает белый Пежо. Разумеется, я говорю о фильме «Такси». Почти в каждой части франшизы обязательно имеется сцена, где Даниэль с ветерком подвозит разных персон из точки А в точку Б. Но вот в третьей части пассажиром внезапно оказывается Сильвестр Сталлоне. Не знаю как вы, но при первом просмотре я прям лыбу дал. Неожиданно. До свидания! Следующих камео вы, скорее всего, не знаете. А все потому, что у него есть маленький изъян. В общем, был такой фильм под названием «Капитан Крюк». А теперь просто посмотрите маленькую сценочку оттуда. Ну, скажи своему капитану правду. Обратите внимание на этого пиратика. Узнаете актера? Нет? Ну, во-первых, это не актер, а актриса. Глен Клоу зовут. И чтобы вы хоть как-нибудь ее опознали, Глен играла давнюю версию Круэллы в фильме «Сто и один долматинец». Какая пьес! У следующего человечка «Сто и одного долматинца» нет. Зато у него есть четвертое место в мире по количеству появлений в разных проектах, фильмах и сериалах по версии АМДБ. И это... Билл, мать твою, Мюррей! Самые прошаренные уже, наверное, догадались, с чего мы начнем. Ну, конечно же, с «Зомби-ленда». Культовое камео разразится в момент, когда группа выживших запретает в голливудский дом Билла Мюррея, который решает заграммироваться в зомби, чтобы его не убили. Добавляет перчинки тот факт, что до появления зомби Мюррея ребятки развлекаются под саундтрек из фильма «Охотники за привидениями». «Охотники за привидениями» — его лучший фильм. А ведь Билл когда-то был заядлым ловцом призраков, и среди охотников помимо него в команде работал еще один потрясающий актер по имени Дэн Эйкред, который, в свою очередь, тоже кое-что покажет. Во франшизе «Госбастерс» Дэнчик играл Стенза, одного из ключевых охотников за привидениями. И так уж получилось, что герой каким-то образом оказался в фильме «Каспер». «Каспер» — это фильм про призраков, я думаю, знаете. И вот в призрачной экранизации парочка наследников зовет Стенза, чтобы тот избавился от привидений в заброшенном особняке. «Охотник на призраков» ловит привидений в другой франшизе про привидений. Окей, «Охотников на привидениями» мы обсудили. А теперь давайте поговорим об НЛО. На нашей земле существует множество разных форм жизни, и некоторые из них, в принципе, вполне могут быть инопланетными. И по сюжету фильма «Люди в черном» часть пришельцев маскируется под людей. Причем даже под знаменитостей. И вот в начале фильма, когда будущего секретного агента впервые приводит штаб МИП, зрители показывают табло селебрити. Давайте взглянем. Ага, Дэнни Девитто, Сильвестр Сталлоне, дочь режиссера, другие ребятки и их величество Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Прикольно придумали. Но если брать того же Спилберга, то с ним есть эпизод поинтереснее. В фильме «Остин Пауэрс Голд Мэмбер», который я до недавнего времени считал хорошей комедией, реализовали интересный прием. Вместо обычного вступления, зрители показывают шуточный скетч, где персонажа Остина Пауэрса пародирует Томку Круз. Дальше за ним следует камео Гвинет Пелтроу, она типа девушка Бонда. А потом на холме появляется доктор Зло в лице Кевина Спейси и его мини-версия под началом Дэнни Девитто. В конце, разумеется, нам показывают, что все это была постанова. И снимал ее, собственно говоря, Стивен Спилберг. Почти сразу настоящий Остин Пауэрс намекает Стивену, что в съемках, как бы это сказать, не хватает экспрессии, на что у Спилберг показывают статуэтку Оскара. На этой ноте, увы, выражают сомнения. А мой друг думает, что в самый раз. Кринж, если честно. Но это, чтобы вы понимали, один из лучших моментов за весь фильм. Дальше в ленте будет камео Траволты, Бритни Спирс, Семейки Осборн, но фильм от этого лучше не станет. И, кажется, я пришел к одному нехитрому выводу. Все эти кинчики, в которых очень много звезд или звездных камео, как правило, превращаются либо в актерский капустник, в котором звезды перетягивают внимание на себя, либо создатели пытаются залатать сценарные дыры, на разрыв запихивая фильм кучу бессмысленных камео. Лично я считаю, что лучше одно охренительное камео Джонни Деппа или Хью Джекмана, чем фильм, напичканный звездулями просто для галочки. В общем и целом, в современном кинематографе хорошее годное камео найти очень и очень сложно, потому что на нем паразитируют. Это происходит во франшизах, это происходит в сиквелах, это происходит везде буквально. Корпоратам стоит поучиться у истинных мастеров этого дела. Таких, как, например, Уэс Андерсон или Квентин Тарантино. Тот же Тарантино в камео могет по всем фронтам. Вот простой пример. Убить Билла, часть вторая. Сцена в пустынной церкви. Нам показывает момент до церемонии бракосочетания, а тем временем на заднем плане незаметно сидит актер Самуэль Лерой Джексон, исполняющий роль пианиста. Один из самых снимаемых Квентином актеров, между прочим, которого в этом фильме вообще не будет. И эта камео немножечко связана с криминальным чтивом, где другой герой Самуэля, преступник и убийца, захочет сойти с криминальной тропинки, чтобы начать жизнь с чистого листа. Я пытаюсь очень, очень стать пастырем. Что же касается криминального чтива, то и там есть разрывное камео. Перед культовой сцены танца Мии в Веге, когда герои будут заказывать еду, официанта, обслуживающего героев, сыграет Стив Бушин. Фишка в том, что в предыдущем фильме Квентина актер играл бандита, который принципиально не давал официантам чаевых. Не, я чаевых не даю. Не даешь? Не считаю нужным. В криминалке Тарантино решил обыграть этот момент и дал Бушуми роль замученного официанта. Типа ты критиковал официантов, не давал чаевых, а теперь становись на их место, дружок. Браво, Квентин! Мое уважение. Помимо душевных камео, Тарантино и сам не прочь сыграть небольшую роль. Например, Джимми в криминальном чтиве, мистер Коричнево в бешеных псах, воротил у кинобизнеса в четыре комнаты, рассказчик анекдота в отчаянной. Исцит на все. На все, что есть вокруг. А еще мало кто помнит, что Тарантино играл в ленте под названием «Ники Дьявол-младший» с Адамом Сэндлером, где у Квентина была маленькая роль Дьякона. Но если возвращаться к своим фильмам, то там Тарантино отыгрывал и более крупные роли. Взять «От заката до рассвета» хотя бы, или «Планету страха». Если же для камео места не найдется, Квентин сделает это без лица. А в Джеки Браун Тарантино озвучил автоответчик. В «Омерзительной восьмерке» голос закадрового диктора – это тоже голос режиссера. Просто мы этого не знаем, потому что смотрим в дубляже. В «Бесславных ублюдках» руки Квентина срезают один из скальпов. В общем, это и есть своего рода невидимое камео. И многие режиссеры, такие как Скорцезе, Питер Джексон или Фрэнсис Форд Коппола, всегда делают такие вот подобные невидимые камео. Что ж, до полноценных режиссерских камео, то я бы выделил два. От Мартина Скорцезе и Фрэнсиса Коппола. Первая, которая Скорцезовская, показана в ленте «Таксист». Довольно-таки старый фильм 76-го года выпуска рассказывал о воспаленном сознании и серых будник таксиста Трэвиса Биккла, который со временем начинает течь кукушкой. И вот однажды к нему в машину садится человек. Это, собственно говоря, и есть режиссер фильма. Меня удивляет не столько его появление, сколько сама речь, которая пропитана ненавистью, расизмом и каким-то ядом, что ли. «Знаешь, что будет, если я выстрелю ей прямо в лицо? От лица ничего не останется, кровавая месива». В общем-то, это очень смелая режиссерская камео. В современных реалиях я такое представить не могу. Своим появлением Скорцезе словно бог спускается с небес в свой же фильм. Затем начинает отрываться на главном герое, как на какой-то марионетке. Никто точно не знает, зачем Мартин появился в столь необычном амплуа. Но, как по мне, роль горожанина является внутренним голосом главного героя. Но это лишь домыслы. В чем я точно уверен, так это в том, что в фильме «Апокалипсис сегодня» Франсиса Копполы произошло не менее интересное камео. В вьетнамской драме случается следующее. В одной сцене при высадке во вражеской деревне, прямо на побережье, солдаты натыкаются на репортеров с камерой. Кричащий бородатый дядька – это и есть режиссер «Апокалипсиса» Фрэнсис Форд Коппола. И в этом эпизоде обыгрывается главный актерский грех – не смотреть в камеру во время съемок. Сценка становится еще более глубокой, если знать, какие мытарства испытал Коппола во время съемок «Апокалипсис» сегодня. Изматывающие съемки в джунглях, война, потоп, сердечный приступ у актера, банкротство, наркотики. Лично для меня эта история – священный гераль киноискусства, поэтому ролик хочу завершить именно на этой ноте. Разумеется, я осознаю, что не добавил в видео десятки камео, но они действительно не вписались в основное повествование. В ролик не вошли вот эти вот камео, вот эти и вот эти. Да много какие не вошли. Вы можете написать свои любимые камео в комментариях, я обязательно посмотрю. Ну и самое главное, в описании лежат важные ссылки. Бусти, тележечка, группа ВКонтакте. Заглядывай, сердце радуется, когда ты с нами. А с вами был я, Станислав, на канале Таймэд. Всем спасибо, всем до свидания, еще увидимся, пока.